В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Марии Посыпаль. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Саровской дивизии открыли памятник военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга. Саров от А до Я – презентация новой книги историка Валентина Степашкина. 2-0 в пользу бревестника на стадионе Икар прошла игра в рамках чемпионата города по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Депутаты утверждают список мест для встреч со своими избирателями. В проекте решений, который народные избранники обсудили на совместном заседании думских комитетов, обозначены две закрытые площадки – актовые залы Думы и администрации. И одна открытая рядом с памятником Ленину. Подробности далее. Помещение в центре города идеальное для депутатов законодательного собрания. А вот местным народным избранникам лучше проводить встречи ближе к своим округам. Так будет удобнее для жителей. Поэтому депутаты решили продолжить обсуждение списка мест для встреч с избирателями и расширить его. Необходимо доработать это положение, добавить его теми адресами, к которым уже депутаты привязаны, и обеспечить свободный доступ для встреч с избирателями. На сегодняшний день, так или иначе, депутаты все равно со своими избирателями встречи проводят. И мы все это знаем. И у каждого есть помещение. Просто их нужно, статус их узаконить. Вопрос об организации мест для встреч депутатов законодательного собрания и городской думы с избирателями отправили на доработку. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Торжественные выстрелы, марш в исполнении военного оркестра и парадные коробки во главе с войсковым знаменем. В Саровской дивизии прошло открытие нового мемориала. В очередной раз почтить память погибших при исполнении воинского долга собрались военнослужащие Росгвардии и представители городской администрации. Идея создания такого памятника витала в воздухе еще 10 лет назад. Командир дивизии в те годы даже заложил мемориальный камень. Довести до ума это доброе начинание дал указание нынешний командир дивизии Евгений Токаренко. Во-первых, памятник – это память о тех, кто выполнил воинский долг военнослужащих. Во-вторых, это хороший очень стимул для военно-патриотического воспитания нашей молодежи, да и наших военнослужащих. Потому что по традиции, проходя мимо памятников, подразделения в Ставе Строя, либо отдельного военнослужащих обязаны давать воинское приветствие. На мемориальной стеле увековечены имена четырех военнослужащих, трое из которых погибли во время конфликта в Чеченской республике. Вспомним по именам тех, кто погиб до конца, выполнил свой воинский долг. Капитан Шатилов Евгений Владимирович, рядовой Мамутин Андрей Валерьевич, рядовой Гордеев Александр Анатольевич. Указом президента Российской Федерации данные военнослужащие были награждены государственными наградами Ордена Мужества. Еще одно имя на мемориальной доске принадлежит младшему сержанту Василию Тезетеву, погибшему в ходе ликвидации пожаров 2010 года. Он также награжден Орденом Мужества посмертно. Открытие состоялось. Сотрудники Росгвардии постарались закончить основные работы к двум знаковым событиям. 22 июня, дню начала Великой Отечественной войны и моменту, когда на территории части появятся новобранцы. Кирилл Ватенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. 16 новых лифтов будут запущены в домах Сарово к 1 июля. Сейчас работы завершены на 90% и идут тестовые испытания. Новые подъемники заработают в ряде домов по улицам Казамазово, Музруково и Советской. Установка еще двух лифтов будет осуществлена позднее по причине необходимости проведения дополнительных технических мероприятий и обращения жильцов об установке лифта с большей грузоподъемностью. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Центр поддержки предпринимательства получил сертификат соответствия высшей категории. Документ за подписью руководителя Агентства по развитию кластерной политики и предпринимательства в Нижегородской области Денису Руменцева на днях вручили руководству учреждения. А сама процедура присвоения высшей категории состояла из двух этапов. Сначала директор ЦПП Мария Кокуркина сдала экзамен, подтверждающий профессиональную подготовку. А затем коллектив центра защитил программу работы учреждения. В этом документе указаны основные направления работы, на которых в Центре поддержки предпринимательства намерены сделать акцент в ближайшие несколько лет. В Сарове подвели итоги четырех ЕГЭ. Экзамен по географии сдавали три выпускника. Все они успешно справились с заданием. А Данила Федюнин из второй гимназии заработал 100 баллов. ЕГЭ по информатике написали 80 выпускников. Средний балл составил 65,75. 100 баллов на экзамене по химии получил Раиса Шишова из второй гимназии. ЕГЭ по истории сдали 40 выпускников. Лучше всех с экзаменом справился Тимофей Воронин из второй гимназии, который пополнил клуб 100 балльников этого года. Дубль футбольного клуба Саров одержал первую победу в сезоне. Наши спортсмены обыграли команду Вача с разгромным счетом 4-0. Сейчас саровская команда занимает седьмую строчку турнирной таблицы. Следующую игру дубль ФК Саров проведет дома. В воскресенье 24 июня на стадионе «Икар» наши футболисты встретятся с командой «Темп» из Первомайска. Начало игры в 13 часов. Топонимика родного города, интересные факты наименования улиц, история современных названий и тех обозначений, которые уже давно исчезли с карты Сарова. В Доме книги прошла презентация нового справочника «Саров от Та до Я», автором которого стал историк и краевед Валентин Степашкин. Попытка удержать уходящую эпоху, запечатлеть ее в памяти и передать воспоминания потомкам. Более 30 лет назад Валентин Степашкин начал собирать сведения об улицах, зданиях, исторических местах родного города. Сейчас, когда Саров буквально за несколько лет претерпел значительные изменения, эти материалы обрели форму книги. «Такие появляющиеся издания, они как бы подталкивают всех горожан к очередному познанию истории своего города, воспитанию любви у детей к своему городу. И поэтому вот в этом важность именно вот этой книги». На презентацию пришли саровчане различных поколений, приобретали книги для себя, друзей, коллег и тут же листали, пытаясь найти на страницах упоминания о знакомых, но давно ушедших в историю местах, улицах и народных названиях, которые вышли из обихода. «Для сохранения истории города, для наших последующих молодых поколений это очень и очень важно». «В первую очередь для саровчан очень будет интересно и полезно знать, что было в городе, что стало и что может быть». В рамках презентации горожане смогли задать интересующие их вопросы. Читателям хотелось знать, как шла работа над книгой, какие этапы проходила проверка информации. «Это очень здорово, что полка краеведческой литературы пополнилась еще одним изданием, потому что по истории города у нас не так уж и много книг». Работа над проектом продолжается. Огромную ценность для автора представляют не только официальные документы архивов, но и живые воспоминания ветеранов и сторожилов. Если раньше Валентин Александрович записывал воспоминания, то теперь он делает аудио и видеозаписи. «Это будет передано либо в архив нашего городского музея, либо в городской архив. То есть это будет продолжать жить еще долгие годы и послужит исследователям, которые пойдут за мной». По словам автора, своей очереди ждут более 500 очерков. Так что путеводитель по историческим местам Сарова будет расширяться. И каждый житель может внести свою лепту в сохранение истории родного города и поделиться с автором сведениями и материалами из личного архива. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Сарова, 24. Воспитанники музыкальной школы имени Балакирева успешно выступили на международном фестивале «Я могу» в Абхазии. По результатам конкурса саровчане завоевали гран-при дипломы лауреата в первой степени в номинации «Сольное исполнительское» и «Ансамблевое исполнительское мастерство». Подробнее о победителях расскажем в следующем репортаже. Егор Дмитриев уже не раз принимал участие в конкурсах различного уровня, но такого результата достиг впервые. На международном конкурсе «Я могу» музыкант занял первое место и стал обладателем гран-при. На суд жюри гитарист представил произведение «Грустное настроение» и «Восточный танец». Переборол страх, вышел на сцену и хорошо сыграл. Неожиданно, потому что думал, что только первое место, а гран-при еще вручили. Неожиданно было. Международный конкурс собирал большое количество юных исполнителей, среди них танцоры, актеры, певцы. В номинации «Инструментальная музыка» ученики детской музыкальной школы имени Балакирева заняли призовые места и привезли домой семь наград. Сильные коллективы, достаточно борьба была ярко выражена и очень квалифицированные жюри, которые были представлены преподавателями вузов. Поэтому накал страстей был. Отборный международный конкурс «Я могу» проводился тщательно. Прежде чем приехать на фестиваль, каждый участник записывал видео, после чего отправлял свою работу экспертам. И только после этого члены жюри отбирали лучших. Само название фестиваля, вот этого творческого лагеря «Я могу» как раз детям дает возможность проявиться себя не только в учебное время, когда у вас уроки, зачеты, экзамены, когда вы учитесь в школе. А именно в летний период, в летнее время, на каникулах найти себе силы внутренние, мобилизоваться и доказать в первую очередь самому себе, что я могу. Впереди саровских музыкантов ждет большая работа. Уже осенью они отправятся в Прагу, где им предстоит доказать, что они лучшие из лучших. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Завершился пятый тур юбилейного 70-го чемпионата города по футболу. На запасном поле стадиона встретились команды Первой лиги «Буревестник» и «Дюс Шикар». По итогам предыдущего тура первое место в турнирной таблице занимает команда «Авангард». О том, как прошла очередная игра чемпионата, расскажем в следующем репортаже. С первых минут матча развернулась нешуточная борьба. Динамичные яркие атаки и комбинации одних сменялись ответными ударами и контратаками других. Отвоевывая мяч, игроки нарушали правила и получали желтые и красные карточки. Но ворота так и остались нераспечатанными. На перерыв команды отправились со счетом 0-0. Здорово играют. Мы болеем за хорошую игру, за красивую игру. Обе команды примерно в одном ключе играют. Немножко преимущество у Буревестника. Вот как дальше дело пойдет, это второй тайм покажет. Второй отрезок игры показал, что футболисты Буревестника настроены решительно. Первый мяч ворота икаровцев спортсмена забили в самом начале тайма. Спустя несколько минут Буревестник вновь атаковал соперника и забил второй гол. Отыграться икаровцам так и не удалось. Итог матча 2-0. Поначалу игра как была равная. После не использовали свои моменты, которые нужно было использовать. А есть такая поговорка в футболе. Не сбиваешь ты, сбивает тебе. И потом последовало два быстрых гола. И не получалось сегодня. Наверное, не везло. Капитан футбольной команды Буревестник Алексей Чевкунов уверен, что одержав победу над соперником, не стоит расслабляться. За золотые медали чемпионата города сражается много сильных и достойных команд. И, как признается Алексей, Буревестник будет бороться за призовое место до последнего. Только победа. В этом году у нас трое. Тем более, мы уже давно не занимали призовые места. В этом году нужно порадовать и себя, и болельщиков, и спонсоров всех. Всего в чемпионате города принимают участие 14 команд. Впереди футболистов ждет серьезная борьба за призовые места. Расписание игр можно посмотреть в группе ВКонтакте «Федерация футбола города Сарова». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Восточная мудрость гласит. Мед – лекарство от ста болезней. Полезное и вкусное лакомство саровчане могут приобрести в Ледовом дворце. Там открывается выставка «Медовая феерия». С 22 по 24 июня в Центре культуры и досуга в НИЭФ проходит ярмарка «Меда». Пчеловоды Михайловы уже не первый раз в нашем городе. И саровчане успели по достоинству оценить мед с их пасек. На ярмарке традиционно представлен огромный выбор этого натурального лакомства. Каштановый мед улучшает кровообращение. Или, например, мед с пыльцой. Всего три чайные ложечки в день, и никакие простуды и вирусы вам больше не страшны. Пыльца очень полезна для деток, для взрослых. Это тоже как профилактика идет от простудных заболеваний, потому что в пыльце очень много содержится полезных витаминов. Конечно, на медовой ярмарке вы найдете все традиционные сорта меда. Липовый, гречишный мед, диких пчел, майский мед. Есть мед с мумиё, с пиргой, с ягодами. И один из самых полезных видов лакомства – мед с прополисом. Прополисный мед с живицы тоже очень полезный. Прополис – это вообще природный антибиотик. Он от всех заболеваний – и бронхиты, и ларингиты, ангины. Его очень тоже хорошо кушают для профилактики. Впрочем, какой бы мед вы не выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши суставы и кости, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами. А для ценителей и лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу, мазь для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней – с 22 по 24 июня. Вас ждут в Центре культуры и досуговнеев с 10 утра до 6 вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Сегодня следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии для вас работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова